Победило космическое обаяние Победило космическое обаяние Ряды красавиц в погонах пополнила представительница ВКС России 12 апреля, в день космонавтики и накануне Дня войск противовоздушной обороны В Центре управления Воздушно-космических сил собрались ветераны и сотрудники этого подразделения Чтобы в торжественной обстановке отметить памятные даты Участники мероприятия явно не ожидали, что, помимо обязательных в подобных случаях поздравлений и поощрений Их ожидает еще один приятный сюрприз, который приготовили специально прибывшие на торжество представители «Красной звезды» Целью краснозвездного десанта было объявление итогов творческого конкурса «Мисс Красная звезда-2018» И чувствование победителей, которыми по итогам читательского голосования стали представители ВКС России капитан Виктория Куцан и фотохудожник Сергей Акулов Сделавший призовой снимок красавицы Предваряя церемонию, член архкомитета конкурса капитан 1 ранга запаса Илья Николаев тепло поздравил командование Ветеранов и личный состав центра со знаменательными датами, к которым собравшиеся имеют самое непосредственное отношение Объявив итоги читательского голосования, представители «Красной звезды» под аплодисмент зала вручили победителям свидетельства и заслуженные награды А в качестве еще одного неожиданного подарка лауреатам конкурса и всем присутствующим был продемонстрирован видеоклип Николая Берсенева «Космический дозор», после чего автор исполнил еще несколько своих песен Тепло встреченных слушателями и внесших в официальное мероприятие запоминающуюся эмоциональную ноту Вдвойне приятно, что в ВКС России служат не только высокоподготовленные профессионалы и патриоты своего отечества, но и красивые, творчески развивающиеся личности Сказал начальник центра генерал-майор Василий Рыжков, поздравляя Викторию Куцан и Сергея Акуловой с победой Он выразил большое удовлетворение тем, что подобные мероприятия сплачивают воинские коллективы Генерал-майор Рыжков также заверил, что личный состав ВКС России и Центра управления воздушно-космических сил И в дальнейшем будет принимать активное участие в различных конкурсах и акциях, а командование всецело поддерживать творческие инициативы и начинание подчиненных Еще в школе она услышала параде о первом наборе девушек в Академию РВСН имени Петра Великого Но, к сожалению, поздно не хватило времени для сбора необходимых документов Однако, верная своей мечте, после поступления в Комсомольский НАЭЙ, Государственный технический университет Виктория в числе первых добилась приема на военную кафедру вуза Так что к окончанию университета целеустремленная девушка уже имела воинское звание лейтенант запаса А остальное было делом техники, как призналась победительница Выйдя замуж за офицера и переехав с ним в подмосковный военный городок, все же поступила на армейскую службу, о чем нисколько не жалеет О своей нынешней воинской специальности Виктория дипломатично умолчала, лишь поделилась, что выполняет служебные задачи по развитию и совершенствованию системы разведки и контроля воздушного пространства страны О конкурсе, проводимом главной военной газетой, узнала и с публикацией, но даже не предполагала, что тоже станет его участницей Однако, поддавшись на уговоры коллег, все же решила испытать себя в новом качестве О победе узнала от родителей, с волнением следивших за результатами и переживавших за дочь Следует отметить, что воздушно-космического кандидата поддержало подавляющее число представителей ВКС При активном содействии командиров и сослуживцев голосование было организовано практически по всей стране Свои голоса на сайте газеты отдавали родственники и многочисленные друзья, читатели красной звезды, оценившие обаяние претендентки и мастерство фотографа Большое спасибо всем неравнодушным людям, поддержавшим меня, поделилась победительница Благодаря конкурсу я в очередной раз убедилась в силе коллектива Его сплоченность помогла нам одержать победу Особые слова о признательности командованию воинской части за то, что предоставила возможность проявить себя и создала все условия, чтобы мы смогли получить эту победу Это наша общая победа Мисс Красная Звезда 2018 пожелала будущим участникам творческого состязания смелости и настойчивости в достижении цели Как заявил заместитель начальника Центра управления ВКС по военно-политической работе полковник Николай Никитин, победа капитана Виктории Куцен не случайна Николай Николаевич охарактеризовал Викторию не только как хорошего специалиста, качественно выполняющего должностные обязанности, но и как активную общественницу Пользующуюся уважением среди сослуживцев Конечно, без мастерства фотохудожника такой успех вряд ли стал бы возможным Сергей Акулов, ныне капитан запаса, в единственном кадре сумел передать красоту и обаяние претендентке Автор снимка увлекся фотографией еще в 2009 году, начав снимать на камеру обычного телефона Постепенно это увлечение переросло в серьезное хобби И сейчас Сергей даже задумался, не сделать ли его своей будущей профессией Поводом для фотосессии стала поездка в парк Патриот на выставку, где и была сделана победная фотография Не только удачный ракурс, но и поддержка друзей помогли нам стать лучшими среди остальных участников, поделился фотохудожник Спасибо Красной Звезде за возможность принять участие в конкурсе, помогающем достичь новых высот в моем увлечении, которое я буду развивать еще активнее Олег Грозный, Красная Звезда Фото автора Фото автора Фото автора